Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пассажиры железнодорожного транспорта смогут и дальше ездить в поездах дальнего следования, укомплектованных спальными вагонами. Спасение для пассажиров ночных поездов придет из Австрии. С конца 2016 года вместо ночных поездов крупнейшего железнодорожного концерна Deutsche Bank займут поезда компании «Австрийские железные дороги». Компания дополнительно запустит в Германии три поезда класса «Евронайт», укомплектованных спальными вагонами, а также вагонами с местами для сидения. Кроме того, планируют запустить ночной поезд по маршруту Базель-Цюрих-Фрага. График движения шести других ночных поездов австрийских железных дорог, которые частично пересекают территорию Германии, останется без изменений. Напомним, в конце 2015 года руководство акционерного общества Deutsche Bank заявило о решении полностью отказаться от использования классических ночных маршрутов, объяснив данное решение высоким уровнем убыточности. Так, только в 2015 году при обороте в 90 миллионов евро убытки от эксплуатации спальных вагонов составили около 31 миллиона евро. Кроме того, большинство спальных вагонов было построено более 40 лет назад и нуждается в капитальном ремонте. Однако при таком уровне рентабельности необходимые для модернизации инвестиции вряд ли окупятся. Их поменяли местами. Немецкий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель обменялся автомобилем с водителем скорой помощи из Англии Алексом Кнептоном. Англичанин смог прокатиться на шикарном красном спортивном Феррари, а гонщику досталась карета не от ложки. Сперва оба мастера своего дела продемонстрировали, как нужно управлять машиной, а затем устроили состязание. На непривычном для себя автомобиле они должны были проехать круг гоночной трассы с десятком поворотов. Первым за руль сел Кнептон. Он признался, что никогда раньше не ездил на таком авто, тем более на время. 670 лошадиных сил, скрывающихся под капотом и максимальная скорость в 330 км в час. Такая мощь просто впечатляет, рассказал англичанин после заезда. Его время круга 2 минуты 17 секунд. Затем класс показал Феттель. Максимальная 170 км в час, до которых машина едва может разогнаться, буквально ошеломили гонщика, привычного к запредельным скоростям. И все же импровизированную трассу он преодолел на 7 секунд быстрее конкурента. За 2 минуты 10 секунд. Феттель – четырехкратный чемпион мира. В его активе 42 победы на этапах Формулы-1. На счету Кнептона 1356 экстренных вызовов. В настоящий момент 29-летний Феттель со 110 очками занимает 5-е место общего зачета Формулы-1. В зоопарке Сан-Диего трое полугодовалых тигрят Кэти, Дэби и Нельсон вместе с мамой Джоан обживают новый большой дом. С момента рождения они находились в безопасном дворе под наблюдением работников зоопарка. Там они провели 6 месяцев и теперь настало время выходить в люди. Большие кошки сразу нормально восприняли новое место и образ жизни. А восторг гостей сафари-парка воспринимают как само собой разумеющееся. Тигры с удовольствием позируют перед зрителями и стараются не удаляться слишком далеко, чтобы постоянно быть в поле зрения людей. Особенно им нравится, когда на них приходят посмотреть дети. Суматранские тигры обживают новое жилище под названием Тигринная тропа, которая представляет собой дом с 8 апартаментами, в которых хищники спят, едят и играют. И участок земли оформленный в стиле суматранских тропиков. На территории создан миниатюрный лесопарк с роскошной тропической зеленью, искусственными прудами, речками и водопадами. Сотрудники сафари-парка помогают питомцам осваивать территорию. Хищники должны знать каждый сантиметр, каждую травинку своих владений, чтобы чувствовать себя в родной стихии. Особенно для них важен водоем. У нас здесь есть глубокий пруд для тигрят. Тиграм обязательно нужно плавать, введение от рождения, искусные пловцы. И в дикой природе плавают на большие расстояния, например, во время охоты или поиска пары. Все хищники выглядят весьма довольными новой средой обитания и, похоже, считают, что попали в родные края. Этот вид в дикой природе находится на грани вымирания. Всего в мире осталось около 350 суматранских тигров. Ученые подсчитали, что если ничего не делать для их защиты и сохранения, к 2020 году эти тигры могут исчезнуть с лица земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова